Сегодня вы узнаете, что нужно делать, чтобы исполнилось любое ваше желание, используя проверенный на практике метод Джона Кеха, даже в ситуации кризиса. Данный метод дает результаты и помог уже исполнить желание сотням тысяч людей по всему миру. Простой, но в то же время очень результативный метод, который не требует много времени, буквально 5-10 минут. И если смогли другие, значит и вы сможете. Вы узнаете прям пошагово, что конкретно нужно делать, чтобы ваши желания осуществились. Но в начале, буквально пару слов, давайте расскажу непосредственно об авторе данной методики. Это Джон Кеха, многие из вас его уже знают. Джон Кеха автор бестселлера «Подсознание может все». Его методикой пользуются звезды, известные успешные люди, политики, бизнесмены, такие как Арнольд Шасснеггер, Хиллари Клинтон, Опра Уинфри, Билл Гейтс и многие другие. Хотя раньше Кеха был никому не известным энтузиастом, обычным человеком, как мы с вами, но он решил уйти в лес и прожил там в уединении в течение трех лет, изучая работу мозга и способ активации его скрытых возможностей. Он разработал практическую методику, содержащую конкретные рекомендации, следуя которым вы обязательно сможете достичь своих целей. Когда-то он ничего не имел и жил в хижине в лесу, а сейчас он долларовый мультимиллионер. И все благодаря своей методике. Итак, давайте прямо по шагам в чем заключается методика. Первый шаг – создайте четкий образ своего будущего Я. То есть создайте образ того, кем хотите стать – богатым, здоровым, счастливым, с любимым человеком, вы должны четко понимать, чего вы хотите. Окружающая действительность сможет измениться только после того, как вы выработаете понимание, чего вы хотите, и направите на это свои мысли. Джон Кехо говорит, что все существует в виде потенциальных возможностей. От вас требуется лишь сконцентрировано направлять свои мысли на вашу цель и тогда она станет реальностью. Для этого не нужно иметь много денег или обладать какими-то особенными талантами. Все произойдет автоматически. Кехо утверждает, что именно мозг создает окружающую нас действительность. Второй шаг – это визуализация. После того, как вы определились, чего именно вы хотите, необходимо это мысленно представить во всех деталях. То есть вы мысленно представляете, что ваше желание уже сбылось и вы получили то, что хотели. Также Джон Кехо описывает шаги в успешной визуализации. Первый шаг – определить, с чего вы хотите добиться. Это может быть найти работу, познакомиться с любимым человеком, увеличить свой доход, погасить кредиты или выиграть лотерею и т.п. Второй шаг – расслабьтесь. На несколько минут отвлекитесь от дел, переведите дух, отдыхая телом и душой. Третий шаг – в течение пяти минут мысленно представляйте желаемую реальность. Представляйте свои цели так, как будто все это происходит с вами наяву, прямо сейчас. Создайте видеофильм с вашей новой реальностью, создайте детальные образы, войдите в роль и мысленно проигрывайте ее. Также Кехо дает примечание, что делать эти три шага необходимо каждый день, не менее одного раза. И чем больше, тем лучше. Следующий шаг после визуализации – это закладка мыслей. При закладке мыслей, в отличие от визуализации, вы в первую очередь концентрируетесь на своих ощущениях от представляемого. Картинка уже не так важна. Главное – ваши ощущения, ваши эмоции, чувства. Представьте, что вы будете испытывать, когда ваше желание исполнится. Чувство радости, непомерного счастья, эйфории, окрыленность. Какова бы ни была ваша реакция, мысленно представьте свои чувства. Попустите их через себя. Живите с ощущением уверенности, что вы уже добились желаемого. При этом не стоит уделять особое внимание мысленным картинам. Вас должно больше интересовать ваши эмоции, а также физические ощущения от достигнутого, румянец на щеках, бешено колотящееся сердце или, возможно, даже слезы счастья. Четвертый шаг по методу Джона Кеха – это регулярность. Мысли обычного человека подобны искрам костра. По отдельности они быстро исчезают, не оказав воздействия, хотя их пучок обладает потенциалом пламени. То же самое происходит и с единичной мыслью. Она не обладает большой силой, но, многократно повторяя, ее можно сконцентрировать и направить на свое желание, увеличив силу. Мысль – это энергия. Она постоянно стремится обрести форму в физическом мире. Чем больше число повторений, тем большую силу и способность к выражению приобретает мысль. Поэтому необходимо регулярно делать практики, желательно ежедневно хотя бы по 5 минут. И именно повторение и настойчивость отличают визуализацию и закладку мыслей от бесполезных фантазий. Чтобы проще было понять, представьте себе увлечительное стекло, сквозь которое проходят солнечные лучи. Если двигать его из стороны в сторону, то энергия солнечных лучей рассеивается. Однако закрепив стекло на определенной высоте, вы сконцентрируете те же солнечные лучи и они внезапно обретут силу, способную вызвать даже возгорание. То же самое происходит и с вашими мыслями. Когда вы фокутируетесь на своих желаниях, ваши мысли обретают силу. Пятый шаг по методу Джона Кеха – это концентрация и размышления. Многие люди имеют ложное представление о том, что такое концентрация. В основном для них она ассоциируется с тяжелой и нудной работой. Однако, если вы когда-нибудь испытывали радость от просмотра фильма или прослушивания захватывающей истории, то согласитесь, что концентрироваться вполне естественно и совсем не сложно. Концентрация не требует очень больших усилий. Это навык, которым можно обладать и который можно развить. Главное – практиковаться. И как большинство навыков, чем чаще вы что-то делаете, тем совершеннее это становится. Способность концентрироваться и фокусировать свой мозг на какой-то определенной идее или мысли является залогом успешного использования силы мозга. К сожалению, если вы никогда не тренировали свой мозг, то обнаружите, что он довольно неуправляем и постоянно перескакивает с мысли на мысль. Вот, например, посмотрев это видео, попробуйте хотя бы в течение одной минуты думать только об одном. Скорее всего, у вас не получится. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы управлять мыслями, нужно приложить немало усилий. Именно этим вы и должны овладеть. Научиться заставлять свой мозг создавать необходимые вам мысли по вашему желанию и отбрасывать мысли, которые вам не нужны. Пока вы будете обчиняться каждой своей мысли, позволяя уносить вас в неведомое направление, вы останетесь в плену своих фантазий, забот и желаний. Каждая мысль имеет силу над вами. А должно быть наоборот, вы должны управлять своими мыслями. И как раз обучаясь концентрации, вы обретаете над ними контроль. Развитие концентрации подобно развитию управления мышц. Начав занятия в спортивном зале, вы убедитесь, что первая тренировка окажется весьма утомительной и неприятной. Но продолжая заниматься каждый день или через день по определенной программе, вы вскоре обнаружите, насколько это приятно и увлекательно. Кроме того, улучшится ваше самочувствие, повысится выносливость и улучшится общее физическое состояние. То же происходит и при работе в спортзале вашего мозга. Ваш мозг не приучен к дисциплине. Поэтому первые попытки сконцентрироваться будут встречены с сопротивлением и, естественно, будут далеко не такими продуктивными, как если бы вы до этого занимались регулярными умственными тренировками. Помните об этом и не разочаровывайтесь, если такое с вами произойдет в первые несколько раз. Будьте терпеливы и дайте себе время, чтобы обрести этот новый навык. Только постоянная тренировка даст положительные результаты, а результаты обязательно будут, я вас уверяю. Также в своей книге «Подсознание может все» Джон Кехо дает советы. Первый совет – всегда осознавайте то, о чем думаете. Сегодняшние мысли создают ваше будущее. Вы создаете собственную реальность. Вы причины всего, что с вами происходит. Второй совет – измените отношение к любым жизненным неприятностям. Если вы не продвигаетесь по служебной лестнице, у вас не ладится личная жизнь, вы больны, безработны или все обстоятельства складываются против вас, примите это как должное. Не пытайтесь внушить себе, что это не так. Это так. Не тратьте время жалея себя или противясь обстоятельствам. Боритесь с ними с помощью силы мозга. Третий совет – определите для себя ежедневный период созидания, свободный от повседневных забот. То есть тогда, когда вы будете делать практики по методу Джона Кеха. Это то время, когда вы будете получать необходимый заряд энергии. Однажды Джон Кеха позвонил в одну компанию и попросил предоставить ему информацию, необходимую для работы. Женщина, с которой он разговаривал, попросила его перезвонить через полчаса, сказав «Извините, но сейчас мы не можем получить информацию из компьютера, на нем выполняется программа». Положив трубку, Кеха подумал «Именно так мы используем силу мысли. Выполняя мысленную программу, мы закрываем свой мозг для всех внешних раздражителей и прогоняем программу вновь и вновь». Джон Кеха приводит даже интересный образный пример. Представьте себе пипетку, наполненную красной краской. Каждый день вы капаете по одной капле в большой сосуд с водой. Сначала вы не заметите никакого эффекта, краска будет быстро растворяться и поглощаться водой. Однако продолжая капать, вы увидите, что сначала вода станет бледно-розовой, затем розовой, пока наконец не превратится в насыщенный красный раствор. При создании новой реальности в качестве пипетки выступает ваш ежедневный период созидания, когда вы отключаете из своих повседневных забот, трудностей и действительности, в которой проживаете настоящий момент. Этот период может длиться от 5 до 30 минут, в зависимости от того, как вы определите для себя его сами. Регулярно применяя изученные приемы, вы вскоре заметите постоянный усиливающийся эффект. Те, кто занимается этим в полсилы, быстро потерпят крах, а для тех, кто работает с усердием, не будет ничего невозможного. Это удивительная возможность дана каждому, и каждый из нас праве ли воспользоваться ею, либо ее упустить. Если образно сравнивать, наш мозг подобен саду, с которым можно ухаживать, а можно забросить его. Кеха утверждает, что именно мозг создает окружающую нас действительность. Вы можете согласиться с этим или не согласиться. Вы можете заставить свой мозг работать на себя или пустить все на самотек, и вас будут постоянно преследовать неудачи. Действительность, в которой вы живете, всегда будет создаваться вашим мозгом. Наш мозг, как вы знаете, делится на сознание и подсознание. Чтобы показать, как они работают, Кеха приводит образную аналогию. Наши мысли и убеждения – это семена, а наше подсознание подобно плодородной поще, принимающей любое брошенное в нее семя. Наше подсознание же выступает в роли садовника, который отбирает, какие именно семена попадут в почву. И, к сожалению, большинство людей не подозревает о своей роли садовника. Нам никто ее раньше не объяснял. Не занимаясь отбором, мы позволяем проникать в свой внутренний сад разным мыслям, как хорошим, так и плохим. А ведь они являются причиной всего происходящего в нашей жизни. Подсознание неразборчиво. Оно отразит неудачу, болезнь или провал с той же готовностью, что и успех и процветание. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Вы садовник и можете вырастить свой сад или оставить его в запустении, но всегда помните, вам придется пожинать плоды своего труда, либо собственного бездействия.